Слух об открытии у ближайшей к нам звезды и потенциально обитаемой экзопланеты оказался не только сенсацией, но и правдой. Ученые действительно обнаружили твердую планету вблизи Проксим и Центавра, ближайшей от Солнца звезды, находящейся от нас всего в четырех световых годах. Формально это лишь еще одна из порядка трех тысяч экзопланет, достоверно открытых учеными за последние годы. Однако все открытые экзопланеты находили у относительно далеких звезд, расстояние до которых измеряется десятками и сотнями световых лет. Поэтому так важен вопрос, а есть ли планетная система у ближайшей к нам звезды Проксим и Центавра? Это маломассивная звезда с массой всего 12% массы Солнца. Относится к красным карликам М-типа. Кстати, именно у таких звезд астрономы пытаются найти небольшие потенциально обитаемые планеты. Очень надеемся, что там наконец-то встретим каких-нибудь няшных существ, пожирающих друг друга. Впервые слабый сигнал, указывающий на наличие у Проксим и Центавра легкой планеты, получили в 2008 году. Однако так и не смогли подтвердить эти наблюдения. И лишь теперь при помощи современного спектрометра Харпс, который установлен на одном из телескопов Чилийской обсерватории, смогли подтвердить прежнюю версию. Они уверенно доказали, планета существует, и период ее обращения равен 11 земных суток. Более того, по величине гравитационного воздействия на звезду удалось определить, что планета твердая, всего в 1,3 раза массивнее Земли. Орбит ее составляет 7 миллионов километров, всего 5% расстояния от Земли до Солнца. Уверенность ученых строится на том, что сигнал о наличии планеты получен на основе анализа двух, не связанных наборов данных, полученных в разное время с разницей в 10 лет. Может ли эта планета быть обитаемой? Может. Хотя и нахождение в зоне возможной обитаемости не обязывает к этому, а лишь допускает. Проблема в том, что М-карлики более активны, чем Солнце, и в рентгеновском диапазоне светят в 400 раз сильнее нашего светила. Так что, если там и есть рептилоиды, то они слегка поджарились. Или, возможно, адаптировались к солнечной погоде, используя крем для загара. И все-таки велика вероятно, что энергия ее вспышек запросто могла лишить планету атмосферы или убить самые примитивные формы жизни, если такие когда-либо зарождались. А возможно и нет. Это нам и стоит выяснить. Пикантность и открытие добавляют тот факт, что именно Кальфи Центавра, входящие в одну систему с Проксимой Центавра. Планируется отправить космический аппарат со скоростью 160 миллионов километров в час. Предполагается, что такой наноспутник, подгоняемый лазером Земли, сможет лететь Кальфи Центавра со скоростью в 20% от скорости света. И достичь звезды на протяжении одного поколения за 20-30 лет. Я бы полетел, но у меня клаустрофобия. Так что пишите, кто готов, кто хочет стать пассажиром. Если этот дерзкий проект состоится, видимо, спутник отправится не голым звездам, а к планете у ближайшей звезды. Это станет главной целью дальнейших исследований. Субтитры создавал DimaTorzok